О, мальчики по вызову БДСМщики подошли. Здравствуйте, здравствуйте, Мордаси, с вами Фантастия. Я тогда разговаривал с подписчиком, и у него появился вопрос про Стикса, что этот персонаж вылез из ниоткуда. Я покопался и нашел игру под названием Уфоркс Энд Мэн, кстати, там есть Стикс. Это тактическая игра с паузами, где нужно принимать решения до победить своего врага. А теперь рассаживайся поудобнее, и я расскажу тактики, которые работают на высоком уровне сложности и тех самых трудностях, которые я встретил в игре. Сюжет повествует сам Стикс. Королевство Изерии сдалось в власти имперской короны. Новая политика, новые законы. Противились, противились, но в конце концов люди присягнули императору Дамоклу верой и правдой. Проблемы начались, когда император пожелал расширить власть на земле далекого юга. Это были народы юга, здоровые, двухметровые, зеленокожие орки, могучие орки. Но удивительно, что они дали сопротивление хорошо обученным имперским солдатам с защитой своих деревень. Своей яростью и упорством через долгие годы битв, про которые будут слагать легенды, оттеснили своего врага. Но Дамоклу не собирался мириться с поражением. Империя, защищенная стеной, была в безопасности, и ее правитель стал искать ходы для победы человекоподобных орков. Когда стена была построена, открылись взоры на поезд союзников. Это были эльфы и гномы. С их помощью империя быстро бы разломила зеленокожих в Изерии, вступил бы мир. Однако война шла уже много лет, и орки понимали, что ждет их в случае поражения. Орки славились силой и выносливостью, поэтому превратились в рабов. Покорись или сдохни. В общем, у кого зеленая кожа, стало у них в жизни совсем плохо. Зеленая кожа, значит в рабство. Дальше орки планируют заговор убить императора, чтобы не произошел союз империи с эльфами и гномами. Весточку о принятии политической разрухи получает племя орков. От Боремина правой руки императора. Если они убивают императора, то они получают также политическое убежище и переоформление власти. Волею вождя на дело отправляют Аркаила, который должен встретиться с подкупленным проводником Стиксом. Добраться до ямы на нижних этажах башни Инквизиции. Связаться с сопротивлением, получить разведданные. И после этого освободить из плена Инквизиции магичку, чтобы добраться до императора. И отправляется выполнять все по плану. По пути Аркаил встречает Стикса. Он из разведки говорит, что в Империи комменатский час. Что через главные ворота до сопротивления не добраться. И приглашает взрывика к себе в гости. В убежище к другим наемникам. По приходу в лагерь в Черноруких знакомимся с наемниками. О них по подробности попозже расскажу. И дальше идем к Саркизу. Признаюсь честно, когда я увидел Саркиза, мне все персонажи, кого я встретил, показались пушистыми котятами. По сравнению с этим психом. Этот больной рассудком парень, у которого они все дома, решил замахнуться на Инквизицию. И дает задание сжечь часовню паломника, где устроилась Инквизиция. И проводит свои карательные рейды в катакомбах, убивая питомцев Саркиза. Волей-неволей соглашается. Ведь только Саркиз может переправить на другую сторону стены путников. Наконец-то добирается до часовни через мертвые патрули из сражников. И поджигает ее. На сам пожар отвлекается великий Инквизитор. И бросается в пожар, жертвуя своим обгоревшим лицом. Этот персонаж будет наступать на пятки героев до самого конца игры. О нем позже. Возвращаясь, герои с успешным докладом получают помощь от компаньона Саркиза Ворона. Который проводит их через стену в самую ловушку. Саркиз их продал. За такую продажу их конечная участь приходит не сразу. И дальше пошли трудности, которые я встретил. А то я о сюжете, о сюжете, да о сюжете. В канализации под стеной встречаем шамана с двумя мордоворотами. Который не пускает на чистый воздух. Вроде бы, казалось, шаман удаляется. Их двое. Вроде легко пробиться, но нет. В начале схватки прибегает херово куча падальщиков. Которых тоже не пробить. На Аркаила полагаться нельзя. Он неповоротливый. Да и еще вдобавок быстро входит в ярость. И его быстро ушатывают. И остается лишь Сикс. И приходится петлять среди врагов. Воскрешать падшего товарища. Так тактика и работает в неравной схватке с врагами. Проиграв херово кучу раз этим дуболомом. Я подумал. Видимо разработчики сделали игру в манере. Хороших врагов должно быть много. И понеслась у меня гореть задница. Возвратившись обратно к Черноруким. Узнаем, что Ворон пытается убедить наемников укрыться у Саркиса. Чтобы продать их инквизиции. Внезапно появлением раскалываем Ворона. Чтобы он отвел их к Саркису. Здесь предстает перед нами выбор. Либо пойти сразу наказать Саркиса. Или пойти к психу шаману. Как это влияет на выбор ребята. Напишите в комментариях кто играл. Я выбрал побить шамана. Так как этот зеленый гандон со своими дуболомами. Отнял у меня много времени. Решил его захерачить. А убить его оказалось и так то просто. Шаманы два здоровых орка. И жопы подпирают падальщики. Разработчики постарались на славу. Жопа моя теперь вскипала с удвоенной. Силой. Долго я вспоминал разрабов благим матом. У кого-то видим из разрабов на больших противников. Любимая пословица. Бог любит троицу. И как всегда Аркаил встретившись с такой троицей. Отправляет отдыхать под натиском врага. И дальше идет очередь за Стиксом. Петлять от врагов. Доставать напарника из вечного сна. И так раз за разом пока все не передохнут. С выбором помочь или умереть. Ворон отводит героев к убежищу Саркиса. Снова их кинув получает кинжал в спину. Не доходя до Саркиса натыкаются на библиотеку экспериментов. Двигаясь дальше находят Саркиса в операционной. Где решили посмотреть ему в глаза. Почему он их предал. Оказывается он выставил их дурачками. Чтобы взамен пожара великий инквизитор дал за них втридорога. Выдохли их убийцами инквизиции. Взамен получает расплату. И отдают Саркиса на опыты гоблину. На котором он проводил тоже эксперименты. С уходом как и Саркис объяснил свое предательство. Бизнес есть бизнес. Также уцелевший и отправив на покой. Уходя Стикс промолвил. Прости приятель бизнес есть бизнес. Отходим немного от сюжета. Переходим к тактике. Когда арк входит в ярость. Стикс может пинать врагов. В молотильню яростного орка. И еще одна тактика. Убить тихую бываловую рубаку. А дальше перебить молодняк. Эта тактика неплохо таки работает. Не приходится запариваться сильным противником. Дальше герои проходят. И не так далеко встречают караванщика. И Стикса заводит в повозку арка. И его закрывают в клетку. Аркаил в гневе ругает Стикса за предательство. И его увозят в яму. Куда ей нужно было Стиксу отправить Аркаила. Спустившись в яму. Аркаил попадает к Архивариусу. На распределение тюремного блока. Рядом с Архивариусом встречает папашу Марлока. Из неудавшегося разговора Марлок уговаривает Архивариуса отправить на арену своего сына. Так же как и предыдущего кровопийцу. Развлекать толпу. Придача вместе с Арком отправляет на повогибель еще одного обессиленного бедолагу. От бедолаги он узнает судьбу кровопийца ушедшего на покой. Недолго сражаясь напарник погибает от серьезнейшего врага. Едва ли не повторив участь всех тех, кто не выжил на арене, в несправедливую бойню вмешивается в схватку Стикс, убрав по-тихому с башни арбалетчика. И после присоединяется к замесу, пережив эту арену вместе. Казалось бы на арене все закончилось. И главный представник выпускает ребят из телебы ДСМ способием к балету. Со здоровенными елдами. И эти балерины прижигают 10 раз лучше жопоньку, как это делал вождь с дуболомами. Так что в надежде про троицу задумка разработчиков снова пошла на ура. Тот, кто будет проходить эту игру на высоком уровне сложности, жаркая групповуха вам обеспечена. Но! Но! Победить балет уродов способ есть. Так как у арка нет шмота и никакого оружия кроме палки, полагаемся на Стикса. Играем в салочки с этой неподступной троицей. Воскрешаем при удобном случае падшего как всегда громилу. И швыряем Стикса при помощи арка в ближайшего неприятеля. И так пока их не станет меньше. Для такого маневра понадобится шмот на регенерацию здоровья. Если такого нет, я вам сочувствую. После ликующей победы над ареной выходит поздравить с победой главный приставник. Аргейл посылает его нахер. Еще бы, я тоже послал после такого сюрприза БДСМщиков. Углубляя шахту встречаем члена сопротивления. Сопроводив до штаба сопротивление. Из разговора стало понятно, что заключенные готовятся к штурму. И потихоньку собирают оружие. Чтобы найти магичку, ждут прибытия Боремина. На тайной аудиенции Боремин говорит о загвоздке. Что действовать надо быстро. Магичке пришел смертный приговор. Через два дня ее должны были сжечь. И что еще одно так просто спуститься в казематы не получится. Нужно было затеять бунт. Чтобы вся яма взмутовала. Чтобы выманить почти всех стражников и вытащить магичку из-под носа стражи. И для поднятия бунта нужно было убрать главного приставника. И да, здесь есть одна стелсовая миссия. За Стикса Адик хотел прикупить оружие для восстания. Можно сделать выбор, чтобы не платить дозорному. Грохнуть его без шума и пыли Стиксом. Жаль только, что такой этап один. А, здесь мы. Продолжение следует... Пробиваемся катакомбы главного привратника и занимаем его место. Теперь тюремная яма готова к восстанию. Дока тюремщик начинает бунт, с героями потихо пробиваемся против оставшейся стражи казематом. Дойдя почти до магички, дорогу преграждает очередной ряд БДСМ нарядов. Побить их не так-то просто. Стикс должен будет маневрировать от магов, поскольку эти ублюдки будут вас стопить издалека. Не советую качать выносливо. Сделайте кач от пола только на ловкость. И, разумеется, ищите вещи на улучшение характеристики. В такой групповых и постречавшихся мне, я промучился достаточно много времени. Победив их можно снова. Также воскрешением павшего товарища. При учете маленькой комнатки это будет потно сделать. После многочисленных попыток добраться до магички зажимаем последнего подтирателя, который мешал своей долбанутой магии. Забиваем гондона в уголочке пожариться с остальными, кого отправили отдыхать вечным сном отправкой в ад. В этой маленькой неповоротливой комнатке по приходу узнаем, что подсознание магички замуровали. Единственный способ вытащить ее это пойти на север монастырь к другим магам, которые копались вне закона, подальше от инквизиции. После дальней дороги встречаем собратьев магички. И маг объясняет, что вытащить ее сна можно только если при помощи своего сна проникнуть в ее подсознание. Это классная фишка. Во сне героев узнаем много всего нового. Например, во сне Стикса узнаем, что Стикс был орком магом. Когда нашел янтарь, он его изуродовал. Да не только его, других тоже. Каким-то непонятными действиями он их породил. После встречи со своим прошлым можно сделать выбор. Забыть прошлое или его принять. То есть стать ассасином или же магом-каратышом. После того, когда вежливо уступаем магичке дорогу вниз. У оркаила в подсознании узнаем, за что ему дали прозвище Мясник. На подмогу прибыли орки, для защиты своей деревни. Аркаил вошел в ярость и положил и своих и чужих. За это его и изгнали. И запретили видеться с семьей. После этого он присоединяется к кровопийцам. И дальше также предстает выбор, стать берсерком или стать воином-мастером. Приняв свое прошлое, прокачка навыков поменяется. Когда кошмар героев заканчивается, герой смывает пучину крови к магичке. В кошмаре, но стоит у клетки, боится туда заходить. Герои заталкивают ее силой вовнутрь. Локация заканчивается на фоне огня. И взором прощания горящих БДСМщиков. Когда просыпаемся, монастырь штурмует Великий Инквизитор. И героя дают по лыжам вместе с магичкой от яростного полной мести врага. Перейдя в мост, старейший на магов задерживает Великого Инквизитора, проиграв ему схватку. Дает время магичке разрушить мост и отрезать от себя путь преследования. Великого Инквизитора, проиграв ему схватку. С еще одной засады пробиваемся к лодке и оказываемся на острове Скорби. Самое сложное было здесь, это враги у входа в крепость, которые патрулируют почти всю площадь неприступного дворца. Плюс подобраться к сильному персу мешают собаки и прочие воительницы трех классов. Победить минимум две любительницы ножичков обречет ваше прохождение в лучшую сторону. Если спалили, придерживайтесь тактики Бей, Беги, Воскрешай. Беги, Воскрешай. Беги, Воскрешай. Все. Вот ключки она. Блядь, не она же, еб твою мать. Все. Расслабься. Войдя в крепость, герои решили разделиться. Как я же не люблю, когда они так делают. Изначально застигся все понятно и легко, разведка и стоялась приятное спокойное прохождение. За Ракаила все наоборот, подоспел тройничок обученных солдат. Мало того, вражь лезть не получится. По счастливой случайности один из врагов забаковался. Я все же отхилялся и забил последнего. Врываясь в тронный зал, Ракаил накидывается на Императора. Принимая решение, его не убивают. Все равно, какой бы выбор ни сделали, он будет мертвым. Инквизиция подстраивает ловушку и схватывает Ракаила магией. Подстраивает убийство Дамокла его же руками. Виновник подставы выходит с послами, гномом и эльфом. И выставляя урка убийцей, также его сородичей и угрозой всех расовых царств. Как только же Император сопроводил послов, Ехидна говорит о своем правлении и также и о предательстве. Ракаил вместе со Стиксом были пешками в игре Империи. И после свержения Императора Слая стали хлопотной проблемой. И от них хотели избавиться. Удаляясь на коронацию, Баримин отдает приказ инквизиторов позаботиться о Ракаиле, чтобы его помучать. Внезапно в драку вмешиваться Стикс, и тут снова меня ждали трудности. Казалось, здесь появится тупик, но с потом и кучей нервов способ нашелся. В начальной стадии ушатываем черную кожанку, используя навык критическое попадание. После защитной стойки обитательными ножиками делаем из него подушечку для иголок. И переключаемся дальше на щитоноса. Освобождая Орка, зажимаем клещами красного инквизитора. Все бы ничего, гуча противников залетает к могучей спине здоровяка. Не отпускайте того красного настырного приставаку. Он будет подсирать сзади и стопорить вас. И после такого количества солдат вы уже не сдюжите. Как только красный скопытится, охвативший здоровяк, хоть и опадет, бегать не у Стикса вы сможете выиграть время, чтобы снова его воскресить. Предательство Боремина дал новую цель. Так как Стиксу никто не заплатит, принимает решение покинуть остров, вернуться обратно за головой Лжи Императора. Перед отплытием рассказывают о предательстве магам и старейшине магов и плане Боремина. Что будут после его правления плакать не только орки, но и зеленокожие маги. С помощью магов находят то, что осталось от сопротивления. Составляет план поднять тюремщиков с ямы и провести отвлекающий маневр при помощи магов. А герои тем временем провели бы диверсию по уничтожению башни. И чтобы успеть заглянуть в гости к новому Императору. За исключением этого, теперь они отправились не вниз, а вверх к башне. Как только герои добрались до верхнего комплекса башни, ничего не было слышно, даже криков битвы. Это было удобное прикрытие, чтобы неприятно удивить нового Императора. Под трупом стражников доходим до самой верхушки башни. Герой загружает бочки с порохом в лифт. Доезжая до этажа в зал коронации, закладывают бочки, чтобы взорвать вход. Перегородив для этого подъемник. Чтобы в случае покушения не набежало снизу подкрепление. Войдя в тронный зал, разбираемся с охранкой Боремина. А после сюрприз от Боремина. Здоровики одетые в наряд БСМ со здоровенными... Ну вы поняли. Плюс тулупами фигуристов. Только коньки они забыли нацепить. И теперь их не трое, а четверо. То бишь количество врагов ведет в марке уже другого разраба. Хороших врагов должно быть много. И вот, чтобы не отдать им коньки, нужен шмот на регенерацию здоровья. У меня-то он был. Как Аркаил отдает коньки фигуристам, надо много бегать, воскрешать падшего товарища. И швырять также Аркаилом Стикса, пока враги не станут в меньшинстве. Увидев то, что кузырь не сработал, в страхе Боремин подводит себя к краю пропасти. Так как Боремин Стиксу не заплатил, а отдает судьбу должника Аркаилу. Подняв его как пушинку, злорадствует над ним. Беседу прерывает Великий Инквизитор. Но я тогда рассказывал, что он будет до конца игры вас преследовать. Не успевший насладиться местью, отпускает Боремина с башни. Это, кстати, главная трудность этой игры. Сражение с Великим Инквизитором вам преподнесет 50 раз умножьте геморроя, чем это делали здравички из ряда балерин и фигуристов. Финальная битва с боссом чуточку меняется. Взрыв в башне состоялся заблаговременно. В схватке с Изувером. Не надоело двойное слово говорить, он будет теперь Изувером. Тронный зал теперь покрылся огнем. Да и Изувер не один. Он способен воскрешать здравяков. В начале схватки лучше их не бить. Пока союзники все целы, скопом дамажить Изувера. А когда Аркаила положат спать, бегать и воскрешать здравяка. Только уже навык броска гоблина не поможет. Подняли здравяка и дамажьте Изувера. Если здравяка положили снова спать, ничего страшного. Локация большая, можно и побегать. Изувер будет даже лечиться. Но это все фигня. Два раза полечится и все. И так дальше повторять, повторять процесс с воскрешением. С отправкой за дамагом. И не заметите, какой Изувера будет здоровье на мизинце. Наконец-то, долгое время не беготнение и мучение. Изувера сплачивается своим лицом до конца. И пока башня до конца не сгорела, смываются через оставшуюся шахту лифта. Ничего неизвестного продолжения уже 9 лет прошло. Ведь у Арка на родине появились проблемы. Гномы и эльфы пошли войной на народы юга. А неизвестный незнакомец над трупом Боремина. Неужели Изувер выжил? Ну, хоть маску стал носить. Про наемников черноруких. Я же обещал, что к ним вернусь. Это что-то вроде второстепенных заданий. За задания тоже получают дополнительный опыт. И прокачку персонажа. Забивать дополнительные задания нельзя. Или получится так. Да ёба мать, я же убежал. Каким хером ты по мне попал? Чуть было не забыл. Если вы проиграете Изуверу, то чекпоинт перебросит вас снова к Боремину. Поэтому тщательно планируйте свои действия. Подведя итоги, игра неплоха. Если вам не по душе такая боёвка, и она вам кажется лёгкой, то Welcome to Hell. С высокой сложностью вы точно не соскучитесь. А я после залитого ролика пойду Стикса проходить. С вас 200 лайков. Ну ладно, это шутка. А откуда им взяться может? Ну, может надумайте. А после прохождения Стикса, я запилю по нему обзор. На этом всё, мордасти. С вами был Фантастия.